Дорогие друзья, приветствую вас! Сегодня у нас будет видео, как вы поняли, сибиризмы. Долгожданная вторая серия. Если вам интересно, да, оставляю ссылочку на первую часть. Если вам интересно, продолжайте слушать. Первым пунктом у меня стоит выражение «чо к чему». В нем уже содержится известное вам местоимение «чо». И выражение «чо к чему» означает «ну к чему это все? Зачем вы это сделали? Вы сделали что-то нелепое? Сделали или сказали?» В общем, выражает недоумение и презрение определенную долю. Это выражение я слышала от девчонок из Барнаула. Значит, там его тоже употребляют. Я не знаю, как широко оно распространено по Сибири. Но, во всяком случае, если вы услышите такое выражение в Москве, то знаете, что говорит его сибиряк, скорее всего. Да, я также не слышала это выражение в Казахстане. И да, я его впервые услышала, учаясь в школе, ну, наверное, в классе в третьем, четвертом. Когда я его услышала, мне было очень смешно. Оно вызвало улыбку. Сейчас я не могу испытать того же чувства, но очень забавное выражение, и оно сразу же ко мне прилепилось. Я его ввела в домашний обиход, родители сопротивлялись. Нам тоже в нашей семье не употребляют, обычно не употребляют местоимение ЧО, ну, и вообще подобное выражение. И все-таки, да, папа подхватил, во всяком случае, к маме оно никак не приклеилось, маму не заставишь так говорить, а папа подхватил. Так, ну, и на втором месте, собственно, местоимение ЧО. Я не буду оригинальной, это выражение вы слышали тысячу раз. Вы употребляете его сами, и, возможно, многие со мной не согласятся с тем, что это сибиризм. Но, также я сталкивалась с тем, что все-таки это выражение употребления местоимения ЧО вместо местоимения ЧО, оно не всегда верно понимается. И люди думают, что в Сибири все заменяет любое слово ЧТО, который может являться и местоимением, вопросительным, указательным. Оно также может являться союзом в предложении, что оно употребляется во всех этих случаях. Нет, это не так. Ну, и, в частности, пример этого я видела в романе «Ягодные места» Евгения Евтушенко. Вот там он рассказывает, что некая жительница деревни, ну, он приводит ее прямую речь, и где она говорит, употребляет это ЧО абсолютно везде. Не потому, что ранятые, ну, мы держали у себя в доме, там, красноармейцев, не потому, что они были ранеными, а просто, ну, потому что люди, потому что раненые. И вот она говорит не потому, что ранятые. Нет, Сибиряки так не говорят, и, в общем, наверное, все Сибиряки посмеялись над этим местом. Сам роман неплохо, но это место в этом романе слабое. Да, в общем, короче, я вношу ясность, ЧО, оно именно заменяет местоимение, что. То есть, неопределенное местоимение, да. Оно даже не заменяет указательное местоимение. Подождите, указательное, что не является указательным местоимением. Оно заменяет вопросительное местоимение, что. Именно, когда речь идет о каком-то предмете. Когда местоимение, что, заменяет какой-то предмет, обозначает какой-то предмет. Вот, то есть, мы можем сказать, ЧО ты сказал, или ЧО-то холодно мне, вместо ЧО-то холодно мне, вместо ЧО-то сказал. Но мы не можем сказать, потому что раненые, потому ЧО раненые. В этом случае нет, мы не можем употребить местоимение ЧО. Вот такая справочка. Так, дальше. На третьем месте у меня ряд местоимений, таких первых, оригинальных. Их я услышала, часть услышала от нашей знакомой. В общем, у меня такая сложная семейная история. Мой родной дед, кровный, которого я никогда не видела, пока не выросла большая, был женат вторым, может быть, третьим, не знаю, вторым браком на женщине, на русской женщине. Звали ее Екатерина Ананевна. И, ну, мама с ними общалась, ну, в общем, мы поддерживали отношения. И очень колоритная была такая женщина. Она именно наша бурятская сторожилка. То есть она помнит Улан-Удэ начало 20 века. Она рассказывала, как тут все было. В этом смысле она уникальный человек, потому что никто из нас в нашей семье коренным Улан-Удэнцем не был. Все вот приехали с Востока, с Запада. И, да, в этом смысле она очень интересна. И ее речь, это я к чему рассказываю, что, да, ее речь, наверное, можно считать аутентичной. В общем, она говорила, употребляла местоимение Ейны. Ейны, как вы думаете, что это? Ну, наверное, многие догадались, что Ейны – это местоимение ее, притяжательное местоимение. От личного местоимения она, то есть то, что ей принадлежит, это Ейная, а не ее. Да, лучше поехали. Евонный. Ну, соответственно, да, если Ейны, то Евонный. Ну, это местоимение я встречала чаще. Ну, употребляет, да, в Казахстане я его слышала. Вот. Ну, конечно же, употребляют его русские люди в основном. То есть мы, те, кто, для которых русский язык является вторым языком, уже в такие дебри не лезем, такие диалектизмы не употребляем. Мы больше употребляем, ну, скорее употребим литературное слово. Диалектизм такое. Дальше. А вот эти два выражения, то Е, то Е и от Кель, я уже услышала от соседского мальчика. И так, думаю, что подозреваю, что это семейское выражение. Вообще, семейские, это наши забайкальские староверы, очень тоже колоритные люди, сословия, старообрядцы. Про них я тоже сделаю видео как-нибудь, все мечтаю сделать, во всяком случае, планирую, пишу, но хочу, чтобы собрать материалы побольше, чтобы наиболее полно и интересно рассказать о них. Ну, в частности, вот эти вот слова, да, по-моему, это семейские. Если это не так, опровергните меня, люди, кто знают. Та Е – это указательное местоимение ТО. Я вам пытаюсь привести пример. Например, такое выражение. В том месте они скажут в Та Е месте. Причем они не будут окоть, потому что наши старожилы и старообрядцы не окают обычно. И к этому мы вернемся ниже. Ниже есть пример. И Аткель. Аткель я тоже впервые услышала этого мальчика, еще не училась, по-моему, в школе. Мальчик вот так вот, выхожу на балкон, а на соседнем балконе мальчик, и что-то у нас спрашивает, чем-то интересуется с нами. Вышел пообщаться. И говорит, вы Аткель. Ну, то есть он знал, что мы не на своем балконе, что мы здесь не живем, и пришли к бабушке. Аткель. Ну, Аткель вы поняли это откуда. Четвертое, чуть немножко повыше надо было мне поставить, это то, что мне приводили мои зрители под моим первым выпуском сибиризмов. Это местоимение, выражение, не знаю, нет, частицы, наверное. В общем, это слово ДАК. То есть сибиряки говорят не так, в некоторых случаях, а ДАК, в качестве, это союз, наверное, будет, нет? Так что ты там говоришь? От сибиряков услышите, да к чё вы там говорите? Да к сколько нам идти? Вот такого. И, наконец, на пятом месте я поставила не слово, а манеру произношения, особенности произношения, это Аканье. У нас в Улан-Удэ, я не знаю, окает ли вся Сибирь или акает, но у нас в Улан-Удэ определенно, совершенно точно, акает. И это нас даже, наверное, отличит от соседних Забайкальского края и Иркутской области. У нас очень сильно акует. И это, скорее, даже не местностно, не относится к Бурятии, а именно, я бы это назвала таким городским сленгом, блатником, что ли. Можно так сказать. Я сама не могу вам показать пример, ну, мне бы какой-нибудь текст, я бы, может, заговорила, или мне надо очень сильно наслушаться этого, и тогда я подхвачу живо. А сейчас это не могу. Ну, я, может быть, найду вам какой-нибудь кусочек из какого-нибудь видео и вставлю из фильма. Например, я, например, если вы здесь, наверное, есть на Ютьюбе фильм «Чайник» наш, его на Удэнские КВНщики поставили. И вот там КВНщик же наш, Сергей Циренов, вот у него особенно сильное акне, у него вообще очень своеобразная манера говорить. Ну, вот, ему свойственно очень сильное акне, вот, ну, да. Ну, причем, да, не думайте, что так говорят только буряты, наши русские тоже так же. Ну-ка, братан, скажи-ка, что тебя сейчас волнует, беспокоит вообще в данный момент? В данный момент? Угу. В первую очередь, сушняк. Так, водоколонки. Ага, еще что? Коры что-то стоптуются по ходовой вообще, по горам поплазит. Ага, ага, дороги. Так, еще что? Что еще? Воняет что-то вообще, не могу. Постирайте одежду. Какая одежда, я тебе про мусор говорю, он воняет. А, мусорные байки. Угу. А ты чего кого спратишь, ты вообще? А это, это, привыборная программа моя. Я же, короче, в Борсовет же избираюсь от нашего Шишковского округа. Ты! Ну, а что такое, будешь же мне голосовать? Без тебя? Угу. Такого заеза нет, конечно. Особенность произношения именно у нас в Улан-Удэ, я заметила, я не знаю, как в других регионах. У нас очень часто говорят 7-8, то есть не произносят мягко, как это свойственно, литературно. По-моему, литературная норма это все-таки 7-8, то есть произносить М мягко. А в Улан-Удэ очень часто говорят 7-8, то есть произносят спортсмен через букву Э, звук Э. Тогда как, по-моему, литературная норма русского языка, произносить спортсмен. Н немножечко мягко произносит спортсмен. Так, еще один сибиризм, 8-е место. Мне подсказали его также зрители, я его тут же подобрала. Это слово «маленько». «Маленько» также говорят не только в Сибири, в Казахстане, Киргизии, наверное, Оренбургской области. В общем, вот эта вот часть, которая все-таки немного пригранична к Азии, тоже употребляет слово «маленько». В значении «чуть-чуть» немного, но у тебя хоть «маленько» совести есть, так можно услышать. Или «дайте мне маленечко» красочки. Или даже говорят «ты маленько пьяная, однако». Кстати, однако у меня в первой части есть. Вот, такая есть особенность. Еще один сибиризм, после которого я засела писать вот этот вот список для нового видео, мне привела опять же зрительница. Большое спасибо. Напомнила мне это слово «кондорь». Кто такое слово слышал? Наверное, немногие из тех, кто живет не у нас. «Кондорь» я посмотрела, прогуглила это слово. Оно есть даже у Дали, по-моему. И «кондорь» ему называют какой-то... Так, в общем, это что-то у козырька. Ну, буквально козырек, наверное. Потом нечто в каких-то областях... Какой-то головной убор, может быть, лента какая-нибудь. Потому что, ну, приведен пример, что девки подвязывали голову кондорем. Нет, у нас ничего подобного. У нас совершенно иное значение. Кондорь – это спинка кровати. Причем не любой кровати, а именно металлическая спинка кровати. Ну, таких кроватей уже, наверное, сейчас мало. Ну, хотя вот какие-нибудь ретро-модели есть с металлическими спинками. Особенно кондорям свойственны вот всякие чугунные набалдашники, такие украшения. Вот, это кондорь. И я посмотрела такое значение. В таком значении слово «кондорь» употребляют только именно у нас в Бурятии, как говорит Google. Так, и, наконец, последнее, десятое. Знаете, я записывала это видео, но у меня куда-то пропал видеофайл. И самое странное, что у меня и список, который я в Ордовском документе делаю, не сохранился. Поэтому я заново по памяти набрала. У меня было там какое-то другое слово. Но сейчас я, когда стала составлять, уже не знала, что десятым пунктом добрать. И вдруг полезла в этот… Ну, а в Google стала смотреть, там, что Google насчет сибиризмов говорит. Ну, конечно, по поводу сибиризмов, по-моему, мое видео поиск Google выдает первым. Ну, может быть, мне. Может быть, в режиме инкогнито было бы что-то иное. Ну, в общем, ладно, я не об этом хотела сказать. В том, что я посмотрела… Это слово я придумала все-таки сама, которое я сейчас вам скажу. А просто вот поиск Google меня натолкнул на эти мысли. В общем, это слово горлодер. Вот подскажите мне, сибиряки, есть ли у вас такое слово, употребляете ли вы его? Горлодером у нас совершенно конкретная называется вещь. А именно, это соус из помидоров с чесноком. Ну, в общем, вот берется помидор, берется чеснок, добавляется соль. Все это прокачивается через мясорубку. И получается горлодер. У нас под горлодером подразумевается только этот соус. И, ну, люди даже не представляют, что он в иных местах называется иначе. Например, если в Москве вам скажут, что это аджика, наши скажут, нет, аджика это не то. Аджика это соус, который продается в баночке, совершенно иное. Это вот какой-то подверженный какой-то термической обработке. Нет, горлодер, он никакой термической обработке не подвергается. Просто прокручивается. Именно вот эти три ингредиента, но остальные так уже. Да, если вы добавите что-то другое, там, скажем, кориандр, петрушку, хрен. А, нет, да, кстати, хрен можно добавить в горлодер. Но все-таки это уже не чистое, неискомное горлодер будет. То они скажут, нет, это не горлодер. Это вот, наверное, ваша аджика и есть. Если вы прокипятите этот продукт, то это тоже уже не горлодер, то это тоже, наверное, уже где-то аджика. Потому что вкус иной. Вот. А поскольку у нас в Сибири холодно, и зимой можно хранить продукты в прохладном месте, в сенях, там, на подоконнике, в погребе, то, да, у нас можно не обрабатывать, не консервировать продукты термической обработкой. Вот. Вот такое слово. Так что мы, да, и вот в прошлом году проводили свадьбу нашу, бурятско-казахскую. Приехали родственники невест наших в Казахстан к нам, в Актюбинск. И их там угощали. И вот дали вот эту приправу. Да, кстати, в Актюбинске это чаще всего называют приправой. Дали эту приправу из помидора с чесноком. Наши спрашивают, наши бурятские родственники спрашивают, что это горлодер. А казахские родственники говорят, нет, нет, это не так остро. То есть слово горлодер они поняли буквально. И поняли, как некий художественный эпитет. То есть они поняли, о чем идет речь, но они не поняли, что это нарицательное название этого продукта. Ну, на этом мои сибиризмы закончились. Дорогие зрители, если вам понравилось, поставьте пальчик. Если не понравилось, то тоже напишите, почему. Дополните, приведите свои сибиризмы. Я вам буду очень благодарна. Они войдут в следующее видео. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю красоты речи. Красоты во всем. Здоровья, счастья, удачи, успехов во всех делах. Пока-пока. Ваша Агина. Продолжение следует.